как наработать наблюдательность как наработать наблюдательность это умение концентрировать внимание о том что происходит вовне и анализировать это есть люди у которых есть такая склонность ума скажем так с рождения вот если говорить про астрологию это дело они ему как в шерлок холмс который посмотрите фильм да когда он он шел он видел все то есть увидел мельчайшие детали а имея опыт и знаний умел и правильно интерпретировать и на этом была основана дедуктивная система чтобы наработать наблюдательность нужно научиться концентрировать внимание причем не напрягаясь на объект вокруг себя это можно делать даже на уровне фона чем у человека больше знаний об окружающем мире до тема любая вещь которую видит даже и напрягаясь условно говоря она несет какую-то информацию вот весь вас образование скажем так строители проходите постройки да и одновременно видите что тут было кто чего строил какая техника работала какого какого даже уровня были квалифициации рабочие насколько они аккуратно работали эти вещи можно увидеть да если вы не знаю вы мама не знаю семерых детей вот вы их вырастили вы когда приходите квартиру в которой есть ребенок вы сразу по тому что квартире как и что вы скажем сразу скажете сколько были ли здесь дети какие чем они занимались определенные признаки но по которым можно определить скажет так следы ребенка в квартире но не только в плохом смысле но просто как живое существо которое самовыражается как наработает наблюдательность поставить себе задачу в этом мир приходите в какое-то место где были следы чего-то и начинаете найдет кто здесь был почему здесь был и вот вы приучаете себя скажем такому виду деятельности можно ну можно начать какой-то области наблюдательности опять же она скажем так обычно связано с каким-то направлением вот я у скажу так силовых органов наблюдательность в одном направлении больше связано с преступлений до или их прежде ну при их называть не преждевременных заблаговременных их обнаружений а то она вот в одном направлении у художника наблюдательность работает чтобы увидеть что-то красивое да у музыканта до наблюдательность чтобы почувствовать увидеть что то что может в нем скажем так помочь ему собрать скажем так мелодии или ноты это корды высшая наблюдательность все-таки она работает в каком-то диапазоне чтобы у вас работала наблюдательность дату вас ваше восприятие должно касаться всего того что вы увидите ну для того чтобы вообще быть наблюдательным на нужно выключать чувственные скажем так чувственные механизмы том смысле что ваш вас не должны переполнять те или иные чувства яркие то что ли чувства они вас переполняют то вы на них концентрируетесь а не на то что вы хотите увидеть более того ваши яркие чувства они будут как скажем так фильтр который будет скажем так изменять ваше мнение о том что вы наблюдаете исходя из вашего состояния и воодушевлены все будет замечательно да если вы немножко расстроен или задержаны все все будет плохо например то есть человек ну взрослый человек ну как считается это на уровне развития он должен быть в состоянии такого спокойствия или измер спокойствие стали легкой радости если вы вам нужны позитивный момент внутреннее спокойствие чувство легкой радости вот ваши чувства скажем так выключены или практически не работают они просто как вы создаете в себе то или иное состояние правильно и и не валиваете стиле иные эмоции а просто находитесь в этом состоянии у нас была семинар управление внутренним состоянием вот единственно о чем я вам не рассказал потому что эта практика она работает тогда когда вы умеете это состояние контролировать после этого у нас создается и и помощью него он живется хотя кое-что вам сказал то есть вы создаете состояние и не не выливаете эмоции так называемый ментальный диалог который постоянно в голове происходит да это банальные вещи про я про них все время рассказываю но вот факт остается фактом он тоже не должен вот он должен выключаться до тех пор пока я вам не понадобится что-то обдумать вот вы выключили внутренний диалог вы воде входите какое-то покожелательное состояние и ходите и смотрите вокруг да то есть и скажет так ваше внимание сможет эти вещи скажем так собирать то есть пока ваше внимание уходит ваше чувство пока она уходит ваши мысли у вас уже ресурса не остается над так называемую наблюдательность опять же говорю чтобы наблюдательность она давала ресурсы то есть то что вы наблюдаете вы должны еще научиться правильно интерпрезировать там что вы можете увидеть что-то да вы не понимаете что это такое чем вещь более непонятная тем сложнее это все уложить в своей памяти потому что новый предмет чтобы скажем так его оформить во что-то нужно определенное скажем так пространство внутри вас психическое ну если че то есть можно у человека например одно из хороших качеств практик когда это наработка зрительной памяти так называемый то есть практике например который позволяет наработать зрительную память то есть это работа это скажем так работа с сознанием вот это есть такая скажем так и тема а раздел в медитации это работа с неснаблюдательность работа с вид как с видео памятью так называемые когда человек способен что-то видеть а потом произвести это в мозгу то есть развивать определенные зоны мозга и определенные качества один из способов например развивать наблюдательность у вас есть зрительная память то зрительной памятью вы скорее всего больше всего наберете чем будь на что-то смотреть зрительная память она как бы работает немножко подсознательно да то есть вы увидели объект у нас как фильм записался потом этот фильм можете прокрутить соответственно этот механизм нужно нарабатывать то есть пытаться это делать какая практика входите вы например не знаю вас садик на даче ли огороде ходите и внимательно смотрите на все стараясь как бы найти каждую вещь как будто бы ну как видео заснять ходите и смотрите сколько-то раз прошли потом приходит на мы садитесь и пытаетесь голове это воспроизвести и желательно создать яркую картинку знаете как вот 3d смотрите в кино для начала это обычно используют какие-то небольшие вот ну не знаю какой-то участок вашего сада пока вы не доведете до этого достаточно яркой картинки потому что возможность это видеть это состояние вашего сознания одно из условий нельзя напрягаться и у вас не получится если вы будете устал и устал и раздражены или вы озабочены каким-то каким-то действием то есть ваш ваша энергия ваши скажем так ваши двигатели вашего сознания будут направлены в какое-то другое место ресурсы людей ограничены это еще связано с восприятием так называем восприятие тоже можно развивать это все очень близкие сферы вот развивание наблюдательности надо помнить что если вы зачем-то наблюдаете хорошо бы получить какое-то образование от тех объектах за которыми вы наблюдаете чтобы никак барана новые ворота смотрели да а вы понимали хотя бы что это когда вы знаете про объекты но хотя почитали в интернете посмотрели картинки почитали книги вы знаете что-то вы когда наблюдаете вы сразу понимаете ваше внимание сразу же ваше сознание сразу записывает я увидел вот это вот это но это всем а интерпретация но ты интерпретация она приближена к реальности вот работать наблюдательность можно работает скажем так с картинкой то есть у меня очень хорошей наблюдательность было у папы а то есть он Когда он работал на одном большом заводе, нужно было заказать со склада дефицитные товары, какие-то вещи, инструменты, запчасти. Он ходил по складу, смотрел налево-направо и запоминал. Он потом мог вспомнить, где он прошел, что он видел и что из этого надо. Иногда он точно не понял, что ему надо, но он проходил память, вспоминал, он знал, где это лежит. То есть эти качества развиваются. Когда эти вещи развиваются спонтанно, когда человеку очень интересно наблюдать, он очень внимательно умеет концентрироваться на объектах, за которыми он наблюдает. Вплоть до того, что когда он начинает наблюдать за объектами, он перестает что-то остальное видеть и слышать. Вплоть до того, что перестает даже звуки, наверное, слышать. Когда у человека не хватает внимания, он выключает все остальные источники восприятия, чтобы какой-то объект увидеть и информацию набрать. Еще наблюдательность. Есть одно из качеств, которые помогают набирать наблюдательность. Это умение концентрации. Такая практика существует даже в йоге и во многих других традициях. Вы учились удерживать внимание на одном объекте, предположим, который вам нравится. Условная норма 40 минут. 40 минут он может сидеть, ни о чем не думать, ни в какие-то чувственные перепалки впадать, а концентрировать внимание на каком-то объекте. Например, на горящей свечи или на ананасе, который перед вами лежит. То есть умение концентрировать внимание. То есть это со временем станет рефлекторным и станет частью вашего сознания. Определенные механизмы, скажем так, в арху сознания начнут нарабатываться. Как Леонид Анатольевна сказал бы, к определенной конструкции нарабатываться. Это тоже концентрация, это тоже, скажем так, один из механизмов. В полноценном, более объемном масштабе. Это вот то, что я рассказал. Это вы проходите какую-то зону, смотрите, не напрягаясь. Пытаетесь как будто бы это впитать. Потом смотрите, закрываете глаза и попытаетесь это увидеть. Опять же, не напрягаясь. Со временем в этот, скажем так, видеоряд, область увеличиваете. Пытаетесь помнить. Поначалу, конечно, картинка будет такая немножко мутная. Как будто вы смотрите через мутное стекло, он в видеофильм какой-то. А со временем вы будете закрывать глаза и будете видеть то же самое, как с открытыми глазами. Это тоже одна, кстати, из практик в развитии сознания. Это самый простой способ, а вообще их очень много. Чтобы вообще быть наблюдательным, ваше сознание должно быть свободным. То есть оно не должно проваливаться в чувственные какие-то передряги, какие-то внутренние диалоги не должны вас захватывать. Потому что если это вас захватывает, ресурса на внимательность просто будет не хватать. Самый лучший, скажем так, совет – находиться в правильном состоянии эмоционально-психическом. Тогда этот механизм запустить легче. Субтитры создавал DimaTorzok